Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я открываю свой новый проект Косметичка Месяца. Прежде всего, хочу поблагодарить вас всех за активное голосование за сухие и кремовые тени в данный проект. И сейчас мы с вами увидим, какие же в итоге тени победили. Итак, среди 14 представленных кремовых текстур в нашем с вами маленьком косметическом Оскаре победили Румяна от Кико, которую я предполагаю использовать как тени. Такой довольно сложный цвет для румян, на мой взгляд, темноватый. Но как тени, мне кажется, они должны подойти отлично. Надеюсь, что они будут неплохо застывать и дальше уже никуда не двигаться. Но посмотрим. В любом случае, все эксперименты я буду ставить абсолютно открыто и буду снимать для вас видео с макияжами выбранных вами оттенков. Следующие победители это три варианта Color Tattoo 24 часа. Оттенок 91 Creamed Rose. Приятный нюдовый между бежевым и розовым оттенок. Тени Creamed Rose, а также румяна от Кико набрали по 5 баллов, поэтому обе эти баночки входят в мой проект. Абсолютным лидером голосования был Pink Gold 65 номер. Оттенок Pink Gold набрал наибольшее количество баллов. 9. Розовый перламутровый. Кремовые тени я восстанавливаю с помощью масла. И поэтому у меня они, как вы видите, очень тонко наносятся. И следующий вариант 35 On & On Bronze. Насыщенный бронзовый с золотом. Оттенок On & On Bronze набрал 6 баллов. Это мои кремовые тени в косметичку месяца. И сейчас перед вами победители среди сухих теней однушек. В голосовании принимало участие 23 оттенка теней. Среди них вы выбрали Тени Никс в номере 70. Абсолютный лидер, набравший целых 13 баллов. Тени от Катрис в номере 10.10 набрали 9 баллов. Мягкий, очень красивый, нежный розовый оттенок. И тени от Ардека, которые понравились не только мне, но и вам. Прекрасный, глубокий, травянистый зеленый оттенок. Номер этого оттенка 30-40. Большое вам спасибо, друзья, за ваш выбор. Я буду с удовольствием экспериментировать с новыми цветами и показывать вам все варианты макияжа. А теперь давайте рассмотрим все остальные продукты косметички месяца. Благодаря правильным витаминам мои ногти перестали славиться. И теперь я снова могу наносить на них, ну, хоть какие-то покрытия. В качестве укрепляющего покрытия для ногтей буду использовать Орли. Вот такое покрытие Nutrition. Оно уже на моих ногтях. Как вы видите, оно такое полупрозрачное, слегка розоватое. Обычно такие покрытия наносятся под основной лак. Но я ношу его вместо лака. Лак-гель эффект от Lumine, который достался мне в коробочке красоты. Я рассказывала вам об этом. Видео это недавно вышло на моем канале. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Это была коробочка New Beauty Box. На мой взгляд, этот лак будет неплохо смотреться с макияжем, выполненным в цвете NYX, который вы выбрали. К косметичку месяца уходит у меня две вот эти помады. Они довольно яркие, поскольку нюдовые цвета есть у меня в другом проекте. А именно использовать по максимуму. Тоже можете перейти на страничку этого проекта. Я оставляю вам ссылочку. И там все остальные средства, которыми я буду пользоваться в течение этого месяца и всего года в том числе. И в том проекте нет, конечно же, вот таких красивых оттенков. Поэтому я их беру. Wonder Glaze Lip Polish от Divash в номере 08. Очень красивый, насыщенный такой осенний-зимний цвет. Однако его можно также довольно тонко наносить в виде тинта, а не в виде помады. И вот такой спонжик мне очень нравится. Им удобно наносить средства на губы. Второе средство для губ – это Bata Gloss от NYX в номере 20 – Red Velvet. Такие спонжики с тонким наконечником очень удобны для прорисовки контура. Как вы видите, он получается довольно четкий. Цвет яркий, насыщенный, уходит в малиновый. Обе помады имеют очень красивый насыщенный цвет. Они обе увлажняющие такие. Я бы даже сказала, питательные для губ. Действительно, Bata с маслицем такие. Но они не растекаются, они очень удобные, комфортные. И у обеих очень приятный сладкий аромат. Следующее средство, которое я также хотела бы попробовать использовать, мне оно тоже пришло в какой-то из коробочек красоты. По-моему, это был Glambox, насколько я помню. Это средство от Erborian Glow Cream. Мое тональное средство, с которым я планирую его смешивать, находится в проекте использовать по максимуму. То есть, я буду добивать его до конца. Так что, сразу же после этого видео, я советую вам перейти на следующее. Имеет приятный розоватый отблеск, оно довольно дорогое. Этому средству я находила очень похожую замену в очень-очень бюджетном сегменте. Посмотрите, пожалуйста, мои видео, аналоги люксам. Однако уж, поскольку оно у меня есть, вот такое средство. Нужно, конечно же, его использовать. Будем с вами экспериментировать. Одни румяна есть уже у меня в моем проекте использовать по максимуму. Ну, а это нюдовые румяна, которые я беру в свою косметичку месяца под те тени, которые вы выбрали. Pocket to Skin Rouge в номере 051. Чтобы не перебарщивать с макияжем, если я делаю яркие глаза, все остальное лицо у меня не слишком яркое. То есть я делаю такой более нюдовый, спокойный макияж. Карандаши и подводки для глаз. Long Lasting Eye Pencil Essence. К сожалению, кончик ломается у этой подводки, так что с ней нужно быть очень-очень аккуратным. Вот такой вот оттенок, очень интересный. Это номер 18, Berry Mary. Следующий карандашик, который довольно давно я приобрела, но как-то очень мало используется. Сейчас хочу найти ему применение. Как вы видите, он в золотом цвете. Smart Color Eye Pencil от Kiko. Это итальянская бюджетная косметика, номер 01. Он немного жестковатый. Я хочу найти к нему какой-то подход. Возможно, он раскрасится, станет более таким вот мягким. Но пока я планирую подводить им, возможно, уголок, подсвечивать глаза. Но посмотрим. И две подводки. Одна от L'Etoile. У нее, в принципе, довольно удобная такая полужесткая кисточка, которой можно вывести довольно тоненькую стрелочку. Это красивый изумрудный оттенок. И черный лайнер от Catrice Eyeliner. К сожалению, он не сильно пигментирован. Мне придется с ним постараться, чтобы делать хорошие стрелочки. Сейчас он лежал довольно долго в горизонтальном положении. Как вы видите, не очень хорошо рисует. Я поставлю его вниз головой. И, возможно, он как-то получше себя будет чувствовать. И все-таки я попытаюсь с ним как-то подружиться. Две туши, которые я добавляю в этот проект. Одна из них от L'Etoile. И вторая от Wet n' Wild. Это бюджетная американская косметика. Туши от L'Etoile. L'Etoile Collection Long Premier. Зеленая в номере 722. Кисточка, как вы видите, неплохая. Такая силиконовая. Цвет довольно приятный. То есть он не смотрится слишком ярким на ресницах. Тушь и лайнер в зеленом оттенке я приобретала одновременно. И поэтому сейчас уже хочу их побыстрее использовать. Потому что они уже довольно давно в моей коллекции. И еще одна тушь. Хотя одна есть уже в моем проекте использовать по максимуму. Который я буду вести в течение года. Но эта тушь, как бы ни странно, это прозвучало для нижних ресничек. Потому что она совсем ничего не делает. И чтобы она сделала хоть какой-то объем, нужно класть ее на специальную базу. Одна такая же тушь у меня уже есть. Мне уже достаточно. Все туши, которые придают объем на нижних ресницах, длинных моих ресничках, смотрятся некрасиво. У нее обычная щеточка. Она не силиконовая. Но она неплохо прокрашивает. Реснички разделяет. Не склеивает их. Как раз то, что надо при хорошем, особенно вечернем макияже. Иногда я даже нижние реснички вообще не крашу. Тени для бровей я хочу добавить. Хотя более яркие тени у меня уже есть. Гель есть в том проекте. А вот сейчас я беру такой маленький карандаш. Make Me Brow Essence в светлом оттенке. 10 Soft Blonde оттенок называется. Знаете, вот так. Он практически не виден. Но на бровях он дает довольно хороший такой оттенок. Тени располагаются в колпачке. Он касается. Каждый раз тени набираются заново. Поскольку вот здесь находится пружинка, очень часто вот этот колпачок отпрыгивает в сторону. Не очень они, конечно, удобные. Вот такие вот тени в использовании. Но, как вы видите, цвет они дают очень мягкий. Иногда, когда я совсем делаю нюдовый макияж, либо вообще практически не крашусь, такие дни тоже бывают, когда работаю дома. И я просто делаю такой вот легкий-легкий оттенок на бровях и крашу реснички. В принципе, мне этого бывает достаточно. Также наношу просто пудру на лицо. Увлажняющий Under Eye Primer Hydrating от Elf. Объем, как вы видите, по упаковке небольшой. Средство очень удобное, с помпой. Оттенок она дает вот такой лососевый, который слегка перекрывает синячки и даже дает такой подсвет. Это очень удобно. Такое немножко силиконистое и не позволяет вашему консилеру в дальнейшем скатываться в морщинки. Особенно вот такие средства хороши при возрастном макияже. Ну, либо если у вас анатомическая особенность глаз такая, что вокруг есть ямочки, морщинки, мешочки какие-то, куда все время скатывается консилер, то вот такие средства вам в помощь. Это тоже от Elf. Это корректирующая и матирующая пудра. На сайте iHerb она одна вот такая вот. В принципе, как вы видите, не сильно они различаются по цветам. Ну, вот может быть только желтый слегка более плотный цвет дает. При нанесении все эти цвета должны смешиваться. Пудра хорошая, тонкого помола, она не видна на коже, как вы видите, абсолютно. Буду использовать ее в качестве матирующего средства на зону Т. Корзиночка пустая. Это последние два средства моей косметички. Кошарель Нуа. Вот такая вариация. Голубоватый такой флакончик, и там плавает жемчужинка. Очень приятный аромат, такой необычный. Он горьковатый. Вообще, Кошарель я люблю. Какое-то время я довольно долго пользовалась, потом подустала. От всех ароматов Кошарель я их чувствую. Они похожи немножко вот такой сладостью и горечью одновременно. У них какая-то единая есть нотка, очень необычная, очень женственная такая, запоминающаяся. Ну, по крайней мере, для меня, для моего чувствительного носа. Так что вот эту серию сейчас я беру снова. Как вы видите, у меня только одна треть примерно израсходована. И мои любимые прекрасные Алиен остаются со мной. Вот такая очень удобная мини-версия. Я обычно использую их на вечер. Они действительно очень сильно отличаются от всех остальных ароматов Мюглер. Насыщенный, одновременно горький, сладкий. Очень приятный аромат. Там и цветы белые, и мед есть, и есть какие-то горькие травы. Он концентрированный, конечно, наносить его нужно буквально пару капелек. И на весь вечер его обычно хватает. Аромат очень согревающий, особенно в такое вот холодное время. Он очень приятен. И, конечно же, удобный вариант для того, чтобы носить с собой в косметичке. Лично мне он напоминает, знаете, какого-то такого рыцаря в доспехах. Да, вот смотрите, похоже на забрало. Но этим он мне и нравится. Вот такой лаконичностью, строгостью. Очень красивый аромат. Ну что ж, друзья, это все средства, которые будут принимать участие в моем проекте «Косметичка месяц». Ждите новые видео с макияжами. А я буду прощаться с вами. Желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok